Меня зовут Крымкина Евгения, я из города Чехово, Московской области. В Reflame я уже 5 лет. Но пришла я необычным способом. Пришла я из почтового ящика, как все говорим, что бросили мне рекламную листовочку в почтовый ящик, что компания Reflame проводит акцию, регистрация была бесплатная. Я пришла на такой акт не с целью того, чтобы заработать денег или еще что-то. Для меня было первое, что я узнала, что там можно экономить деньги для себя, семейного бюджета. Потому что на тот момент я работала бухгалтером военной части, и в принципе меня все устраивало. И в Reflame я не стремилась продавать что-то, потому что я думала, что это не мое, я не продавец, и как-то я пойду с каталогом куда-то ходить, продлогать. Но посетив несколько занятий от компании Reflame, то есть ко мне соседка один раз пришла меня постричь и говорит, Женя, у тебя не случайно знакомого, кто распространяет Reflame? Потому что на полочке было в ванной только все Reflame. Я говорю, хорошо, я принесу тебе каталог. И после ее заказа я заработала целых там 100 рублей. Я говорю, ничего себе, как бы, показав каталог соседке, я уже дома заработала деньги. На обычной работе я когда-то зарабатывала, там очень маленькие деньги. И это стало узнавать, думаю, а что же можно продавать, а что же можно дополнительно, где можно заработать. И я на вот эти вырученные деньги, которые показывал каталог, я себе продукты стала брать бесплатно. Я думаю, что многие женщины поймут, что хочется быть такой независимой, хочется быть состоятельной и не всегда просить денежку, как бы, мужа, там, на косметику, который не на туалетную воду, правильно? Вот. Первая фотография – это я в красном свете и моя мама. То есть, в принципе, вот так вот, когда я была такой, ко мне пришел Reflame. Вот. И я как бы не красилась, меня никто никогда не приглашал в Reflame, потому что думали, что мне это не надо, потому что, как все говорили, что она не красится, и, в принципе, ей как бы Reflame не нужен. Вот. Так что приглашайте всех своих знакомых и друзей, как бы, в Reflame. Они вам спрашивают потом большое спасибо за это. Что вот дальше фотки, как бы, с мамой, как бы, уже в ЦДХ, как бы, меня поздравляли с уровнем, по-моему, 15%. И дальше вот мама стоит за стоечкой в маяке. Это лидер города Ульяновска, менеджер 18%. Тоже, как бы, раньше с Reflame вообще никак не прикасался. А сейчас это успешная, красивая женщина. Я очень ее обожаю и люблю. Вот. Давайте поговорим о продаже. Как, что, для меня, как бы, знаете, вот, к чему я поменяла отношение, что можно продавать продукцию Reflame. Что же такое продажи? Знаете, я поняла, что в жизни мы все продаем. Продаем свое время. Продаем, ну, на работе, хоть там, допустим, на наемную работу, мы продаем свое время. У нас каждый час сколько-то стоит. Продавцы продают, как бы, в то же свое время. То есть, фрикмахеры продают свое мастерство. То есть, ну, вот представьте, как бы, кто вы, кем работаете, и вы тоже на работе продаете, там, знания свои, учителя продают, да. То есть, все в жизни продается. Просто за какую цену. Вот. И мне очень понравился пример, по-моему, в книжке Натальи Авдеенко, он был, вот, ребенок, когда хочет, допустим, подольше погулять, он как говорит, мамочка, мамочка, я его дома уберусь, я им все сделаю, и уроки я сделаю, только дай немножко погулять. То есть, он как, он же себя тоже, как бы, продает, вот. Или вот девушки, допустим, вы когда замуж выходили, вы же тоже были всегда прям в форме, чтобы прям вот накрашенные всегда, чтобы с парами встретиться, дойти до ЗАГСа. То есть, понимаете, как бы, мы все продаем в этой жизни. И структура продаж очень проста. Первое – это понять, для чего вам это нужно. То есть, что вы хотите от продаж, там, деньги заработать, удовольствие получить, либо просто, ну, как бы, разнообразить свои навыки. Потому что есть люди, которые говорят, я, ну, как бы, все продам. А я говорю, ну, что, прямо туалетную воду продашь? Я туалетную воду продам. Я говорю, без знания она, без знания. И она начислена своих эмоций, у меня девушка одна взяла и продала. Она говорит, ну, такая туалетная вода. Я так пообразилась, мне так понравилось. То есть, человек поверил и купил. И, в принципе, у меня есть таких нескольких консультантов, которые вот именно эмоции продают, туалетные воды. Вот. И люди нравятся, потому что... Мы, может, не будем продавать то, что нам не нравится. Согласитесь, то есть, как бы, мы не продаем ни сигареты, ни водки. Мы продаем красоту в Reflame. Именно продукты наши. Что мы продаем в Reflame для этой красоты? Хорошие эмоции, хорошее отношение. Я, допустим, стараюсь с клиентами сдружиться. Вот. С клиентами как-то подружиться. То есть, у меня сейчас клиентами некоторые говорят, ты к нам приходил, мы просто с тобой поболтаем, чайку попьем, ты нам расскажешь про новую продукцию. Необязательно целенаправленно идти, собирать эти заказы. Вот я понимаю, что сейчас это ради удовольствия, заводить новые людей, заводить новые знакомства. И я могу поделиться парой своими фишками, как вот я могу в маленьком поем-городке собирать большие заказы. Если у вас ручка с листочком есть, как бы, это записывайте. Первое, это было очень много каталогов. То есть, каталогов 30, 40, 50. Я со своим спонсором первый раз пошла по подъездам раздавать каталоги. Звонила в каждую дверь, говорила, здравствуйте, возьмите каталог. Вот, в принципе, меня на лицо все знали. То есть, вечером, после работы, мы со спонсором два пакета каталогов, блокнот, ручка, записывали номер дома, номер квартиры, как зовут человека, который нам дверь открывал, отдавали каталог и говорили, что мы завтра в это же время придем, заберем. В принципе, это работает, просто надо делать это много. Потом мы расклеивали объявление, что в вашем районе живет консультант, компания «Рефлэйн», который будет рад сказать вам каталог, вы можете у него приобрести продукцию с лидкой, там, здесь, там, 18%. То есть, ну, вот такие вот еще фишечки можно придумывать. Как отдать каталог? Если он весит прямо вот килограмм 20, потому что первый каталог у меня так и весит, что очень тяжелый, как же я отдать, он очень тяжелый, мне страшно было почему-то, вот, не знаю почему, но потому что он боялся, вот. То сейчас я, как бы, каталог отдаю с легкости. Там, если я говорю, слушай, посмотри каталог, тебе точно здесь что-то нужно? Вот, то есть, улыбочка, первое, что нужно, это улыбка. Даже китайская поговорка, есть, по-моему, по-моему, китайская такая, что торговец не открывает магазин, пока не научится улыбаться. То есть, улыбка – это залог всему, это, как бы, залог вашего обаяния, залог о том, что вы хороший человек и вам можно доверять. Следующее, что, как бы, сделайте такой вот набор, то есть, ну, как бы, мы уже сейчас все знаем, какая у вас хорошая продукция, мы же этому обучаемся, каждый четверг слушаем такие фишки уникальные, что, как бы, блин, думаю, как мы раньше без этого жили, и хочется весь потолок еще больше скупить. И вот в потребительской корзине вы можете клиентам говорить то, что есть у вас, то, что вы, какой же был паста чиститесь, какие у вас ощущения. Вы говорите клиентам, когда, какой у вас шампунь, какие у вас, как бы, ощущения тоже от шампуня. И вот эти вот эмоции человек даже, может, не хотел покупать, и скажут, блин, что, правда такая паста хорошая, а я там беру вот другие, у меня вот то-то, то-то. Я говорю, слушай, ну, а можешь попробовать нашу, как бы, столько на всего вот этой каталоге всего 49 рублей, но в другой раз ты будешь покупать только нашу. Вот. Я, как бы, клиентам, которые делают большие заказы, и больше, я стараюсь делать подарки из нашего каталога, то есть то, что никогда не пробовал. И знаю, что, как бы, хотел попробовать, но то ли у меня денег нет, то ли не знает, что это такое, как применять, там, либо, ну, шампунь, может, не пользовался бы нашим. Обязательно купите пробники. Сейчас и шампунь есть пробники, и бальзам есть пробники. Сделал у вас человек большой заказ, положите ему в его заказ вот эти пробники. И скажи, в нашем каталоге сейчас скидочка на этот продукт. Ты попробуй, если тебе понравится, ты сможешь ее приобрести. Вот. Что еще? Про потребительскую корзину сказала, что это действительное именование. Установление контакта, для меня это было раньше проблемой, потому что я вообще не могла с чужими людьми сговаривать. У меня была профессия человек-бумажка, как бы с бумагой только, и как бы не человек-человек. Вот. И заговорить с кем-то для меня это было, правда, сложно. Я проходила очень несколько тренингов, и у Виктора Мишенко были тренинги, и книжки читала, как вы же там, стеснительным, по-моему, что-то так называлось книжек, вот, или «Бизнес для скромных». Вот. То есть, как бы, прочитайте несколько книжек. И я поставила себе установку такую вот, что я к человеку иду с радостью. Не то, чтобы там выманить, чтобы у меня в глазах не деньги были, написано, а выявить его потребность, чем я могу быть ему полезна. То есть, если у него там вижу, что не очень чистая кожа на лице. Я не буду говорить ему, что вот, знаете, как бы вам нужен крем, а прыщи. Я говорю, а что вы делали, как бы, чтобы убрать вот свои там недостатки? Как бы, ну, вот вопросы какие-то можно бы задавать. То есть, опробовали ли вы какие-то там крема? А чего у вас это? То есть, ну, как бы не с первой встречи, а вот, ну, в дальнейшем, то есть, у клиента можно это спрашивать. Вот, заводите тетрадку, где у вас будет клиентская база. Я знаю, что про эту тетрадку говорят на каждом вебинаре техники продаж, потому что она очень сильно помогает. Вы там увидите, да, ходы свои, увидите, сколько у вас клиентов. Я раньше, как бы, вот у меня есть менеджер с города Ульяновска, Евгения Комера, когда я к ней приходила, сказала, Женя, сколько у тебя клиентов? Она делала всего лишь 100 баллов сначала. Я говорю, Женя, ну, смотри, сколько у тебя клиентов? Ну, у меня мало клиентов, там, 6-7 человек, как бы, двое детишек маленьких, где же я смогу? На сегодняшний день это уникальная девочка, с дневной малышами, делает по 700 баллов лично. У нее почему-то, откуда-то появились новые люди, и новые доходы у нее появились. И в том каталоге она вышла на 12%. А смотрите, поменялась она, поменялись ее отношения, как бы, людям, поменялась результаты, поменялись доходы. И знаете, как бы, что больше всего? У нее сейчас в структуре, по-моему, клиентов, по-моему, больше 80, наверное, если не ошибаюсь. Женя пишет, сколько у тебя клиентов. Потому что она где бывает, оставляет каталоги. То есть пошла она за ребенком, там, в садик, в магазин, поставила там. Пошла она, там на углу, оставила там. Пошла туда, как бы, оставила там каталог. Оставляйте каталоги, берите контактный телефонный. На последний день я просто дарю каталог. То есть, как бы, если мне, как бы, не нужно, уже я своих баллов сделаю, как бы, и приглашаю людей, я просто дарю каталог. Я говорю, здравствуйте, я вам дарю каталог. У меня привычка, я всем продавцам стали дарить каталог. Где-то я ни была, что бы я ни покупала. Покупаю, беру сдачу, потому что, знаете, я вам хочу подарить каталог. То есть это с номером телефона, естественно, каталоги оформлены. Вы уже, наверное, знаете, что каталог нужно оформить. Извиняюсь. Сюша, потише немножко. Извините, пожалуйста. Каталог нужно быть оформлен, что контактный телефон, ваше имя, чтобы человек смог ваш найти. Потому что он может оставить его на работе, другая смена придет на работе и увидит этот каталог. И сделает вам заказ. Презентация, демонстрация продукта. Это вообще самое интересное и повышает очень большие заказы. Когда вы несете, отдавайте каталог, положите, пожалуйста, в каталог несколько продукций. Положите в пакетик другую продукцию. И когда вы отдаете заказ, я прям как специально говорю, ой, извини, это я не тебе. Она, ой, а что, а кому это, а что за заказ, а что за крем, а может я у тебя закажу такой же. То есть это повышает вашу, ну как бы, человек то, что потрогает, он может это заказать. Я, когда отдаю каталог, беру с собой пару туалетных вор и демонстрирую. Слушай, у нас такая новинка, вы же, смотри, вот только тебе принесла показать. Если тебе понравится, я могу вот сделать заказ. Я еще буду на этой неделе делать заказ. То есть и эту, как бы, человек уже тоже протестирует аромат и сможет заказать. Включая ценности, этот тренинг, может кто-то уже проходил, может кто-то, как бы, участвовал в этом тренинге. Но мне очень понравилась Наталья Налива, когда к нам приезжала, она рассказала про крем-экологен. Она говорит, если вы человеку скажете, придете, скажете, знаешь, у нас крем вышел с соловыми клетками растений. Человек вроде как не особо, ты, как бы, ну, вышел, вышел с соловыми клетками, с соловыми клетками растений. А если вы скажете, что этот крем подтягивает нашу кожу, ощущение хорошо впитывается. Девушка, она говорит, у нее ощущение свежести на целый день, говорит, на лице. То есть, как бы, я ее слова даже беру сейчас, как бы, знаешь, у меня крем довольная, что у нее ощущение свежести целый день. Ну, правда, не знаю, к чему, но вот у нее такие вот ощущения. То есть, и человек, как бы, уменьшает морщины, говорит, этот крем, то есть, при регулярном использовании. То есть, показать выгоду этого продукта, а не то, что, из чего он состоит. Хорошо, когда мы знаем, из чего он состоит, потому что бывает крем-то, и как бы, а какая травка туда входит, а какие масла там бывают. То есть, это тоже будет узнать обязательно. Вот. Ну, и работа с отражаниями. Вот мне очень понравилось с Ленин, например, что про скраб, то есть, как бы, да, такие клиенты встречаются, говорят, ой, я ваш тарифу не люблю, потому что он такой-то, такой-то. И у меня прям сразу улыбка такая возникает, да, а как вы пользовались, что вы делали с ним? То есть, как бы, задаю вопросы, и тоже после маленького разговора человек понимает, что, как бы, то ли он неправильно пользовался, то ли ему неправильно его рассказали, преподнесли, то ли, как бы, он не по назначению его вообще использовал, потому что, как бы, элементарно вот с этим искрабом и шариками румян, как бы, столько примеров уже было, что, как бы, да, кто-то эти румяные шарики, оказывается, глотал, как бы, и чтобы румяный с него появился. То есть, понимаете, как бы, просто, ну, всякое в жизни бывает, как говорится, шутка, надо к этому всему относиться и быть легким, легким на подъем, легким с возражениями. И мне нравятся возражения, люди просто иногда боятся вам сказать, что пока у них нет денег, пока у них не то настроение сделать заказ. И они придумывают разные возражения, но всего лишь это от незнания нашего продукта, либо от незнания, как бы, либо от того, что денег нет. Чем запивать? Водой, наверное. А лучше, чтобы был румянец лучше. Вот. И я хочу показать дальше вам, так, что вот памятка продажи – это взаимоотношение между людьми, а не передача товара. То есть, понимаете, если вы будете идти отдавать просто товары, собрать заказ и просто товар, у вас будут маленькие заказы. А если вы будете нести людям радость, улыбку и решать техними проблемы, там, кто-то хочет построение эти ВМС предлагать, кто-то хочет кожу свою отцелебито избавить, предлагать. Вот это будет серия, про которую сейчас Лена рассказывала. Очень вкусно, прям 12 тысяч заказать еще больше. Вот. То есть, как бы, помочь клиенту решить его проблемы. Тогда будут большие-большие заказы. Вот. А вот финансовая тетрадь, про которую я говорила. Здесь, к сожалению, слайд сдвинутся, наверное, цифры. Ну, то, что здесь – это фамилия, имя, отчество, телефон, где, когда я с этим человеком познакомилась, допустим, это бывает в магазине, код продукта я пишу, наименование товара и количество. Сколько у меня там? Две-три штучки заказал. Ну, баллы можно писать, если, как бы, вот там, учитываете баллы, как бы, этот, ну, видно сейчас, в принципе, в интернете я, как бы, сейчас баллы не пишу особо. Пишу просто цену, какую сумму, чтобы это взять. И пишу немедленно. Немедленную прибыль. Знаете, вот есть графа примечания, там, допустим, человек захотел что-то, то есть, как бы, там, допустим, тот же Велнос, да, ну, говорит, ой, дорого. Я дам ему попробовать в следующий раз. Я положу брошюрку про Велнос, как бы, руководству, чтобы человек еще больше получил знаний про нее. Может, он созреть на этой Велносе и найдет те деньги, которые, чтобы приобрести в этой Велносе. Потому что люди иногда говорят, что дорого, а если рассчитать, сколько крем стоит, дневной нанесет. Он-то вообще копейки стоит, если посчитать. Просто вроде 500 рублей много. А раз за каждый день, если разделить, то будет очень мало. Так и про Велнос тоже. Продавайте, как бы, серии комплексно. То есть, как бы, заказали у вас шампунь, обязательно кондиционер. Заказали у вас помаду, обязательно кисточку к этой помаде. Извините, пожалуйста. Сюш, потише, пожалуйста. Вот. И заказали, ну, как бы, вот именно комплексно. То есть, собирайте несколько продуктов, чтобы у вас был комплект. Для чего это нужно? Во-первых, у клиента появится, как бы, полноценный набор. И будет он чувствовать пользу больше. Потому что, если он заказывает гель-пенку без тоника, вы можете, как бы, ожидать данные, которые ожидают от этой серии. Поэтому, в плане гель-пенка и тоник, как зубная паста и щетка. Вы же, говорю, не чистите зуб без пасты. Нет, не чистите. Вы же не чистите одной пасты без щетки. Нет, конечно. Поэтому это две, два средства, которые продаются только вместе. Тут же я продаю серию крема, допустим. Вот у меня женщина есть одна. Очень, как бы, она состоятельная. Она говорит, мне только крем ночной нужен. У меня только ночной крем закончится. А вообще я пользуюсь другой серией. Я говорю, я вам не продам один крем. Я говорю, а что вы хотите? Она говорит, вот хочу, чтобы у меня был питательный, хороший крем на ночь. Я говорю, я вам тогда предлагаю всю серию нашу. Тайм-реверсинг. Дневной, ночной, молочко и тоник. Она говорит, нет, это для меня. Вы не получите тех ощущений. А еще хуже может пойти реакция, взаимоотношения с разными кремами. То есть, знаете, человек скажет, вот, арифринка плохая косметика. То есть, не косметика плохая. Нужно правильно научиться преподносить ее. И эта женщина, дождалась, пока кончится ее там вся серия ее кремов, заказала нашу. Понимаете, как бы, что она, во-первых, увидела во мне профессионала. То есть, будьте профессиональными продавцами, консультантами компании Арифрин. То есть, не деньги считайте, что, ой, я крем продам, заработаю столько. А именно профессионально преподносите весь комплект. Весь набор, то есть, и тоника, и молочко, и крема. А следующее, то важно при работе с каталогом, это, конечно, клиентская база. Расширяйте ее каждый каталог. Старайтесь ходить в разные магазины. Старайтесь ходить разными путями. Старайтесь знакомиться, брать рекомендации у своих знакомых. Старайтесь попросить, там, допустим, соседку. Ой, Таня, отнеси, пожалуйста, на работу. Вот, может, она работает, девчонки что-то захотят сказать. Там, коллеги попросите взять домой. Может, ее соседи захотят. Берите рекомендации. И самое хорошее, это сумочки свои, имейте сюда каталог. Неизвестно, где вы встретите своего нового клиента. Каталог оставляют, конечно, на один-два дня. То есть, ну, смысл, как бы, если он за два дня не посмотрит, он его и за десять дней не посмотрит. Просто потеряет. И, конечно, вот, приходить за каталоги с пробниками. Можно, у меня есть такая фишка, как бы, потому что многие ей уже пользуются, это сделать маленький альбомчик, туда вложить картинку и пробничек. То есть, когда человек идет, и с этими альбомчиком, как бы, уже вот он увидит наглядный петляр, там сквозь не можете все, 33 воды с собой таскать. А пробнички удобны. Сейчас и сумка очень хорошая, как бы, может, да, и вот альбомчик положить, он помещается. То есть, альбомчик, к нему, там, туалетную воду и описание краткое. Вот. Да, это занимает время, но один раз сделайте, и будет очень большие заказы приносить. Знаете, мне очень вкусно рассказать о продукте. Ну, это у нас каждый четверг, мы все слушаем, и осталось только все это передавать. Следующее. Потребительская корзина, но я уже вначале про нее говорила. Вы можете сделать в виде распечатки и класть эту потребительскую корзину. Вот там, допустим, интим, гельф, миелли. Раз, картинку поставить. Каталогия сейчас цена такая, зачеркните, там поставить. Ну, как вот, как каталогию, в принципе, можно скопировать и сделать. Эта корзина, она, если я говорю, человек, мне ничего не надо, то есть это не потребительская корзина, он точно уже что-то возьмет. И ее можно хорошо оставлять просто клиенту, как бы, вы забрали каталог, а эти листочки им оставили. И он, как бы, раз, нет, нет, да, раз, что-то позвонит вам, только номер телефона нельзя будет там показать. Вот. И позвонит вам, скажет, у меня вот эта дебютная паза закончилась, у меня тут... И он подходит к концу. Поэтому старайтесь делать вот такие вот, ну, фишечки. Это 5 типов общения, старайтесь, да, говорить в глазах. Потому что вот иногда не сложно все равно через компьютер, потому что вас не видно всех. Вот. И хочется так вот всех увидеть. Я думаю, что, как бы, скоро вы за год закончите, и все мы увидимся. А так в глазах. Потому что человек, когда говорит, ну, там, пятый взгляд, еще что-то, собеседник думает, ага, ну, это подвох. Ну, улыбка растопит, лед, это понятно. И не собеседника. Старайтесь как можно чаще употреблять ими сидельника там, допустим. А да, Татьяна, я вас слушаю, вы хотели именно это, то есть, как бы, чтобы вы знали ими клиента, потому что надо думать, как дизайн, как мне обратиться. А вы хотели там это, то есть, а имя как-то, ну, располагает в себе. Дальше, признание, значимость и собеседник. Признание значимости собеседника. То есть, знаете, я, как бы, вот сюда вот отношусь к признанию значимости, то есть, знаете, мне очень важно ваше, как бы, важно ваше мнение об этом продукте. Что вы думаете, как вы пользовались? И обязательно комплимент. Не надо ложный комплимент, то какая-то там красивая, либо еще что-то. Не надо. Не нравится там, как бы, ваше предчувствие. Не нравится, как вы скажете за... Ну, какие у вас, ну, какие у вас, ну, какие у вас. То есть, комплименты, если вы должны быть, от сердца. Они выдуманы. То есть, человек это сочувствует. И, как бы, понимает, что вы просто мстите. И ничего не закажет. И следующее, что, как бы, я хочу сказать, что вы должны быть сами, для себя, своим самым любимым клиентом. Какие баллы? Сколько вы делаете? Сколько вы делаете? Ну, почему не пишете? Вот. То есть, у нас уже тут, о, продавцы уже такие же с опытом. Понимаете? Люди, которые к вам приходят, вы клиентам можете показать выгоду от его покупки. И этого же человека тоже пригласить быть его, ну, как быть, лояльным клиентом компании «Арифлейн». Никто не запрещает приводить любимых клиентов, консультантов. Это самое любое дело, мне кажется. Они уже знают продукт, они уже хорошо им пользуются. И просто показать выгоду, как бы, от этого всего. И у вас расширится и команда, как бы, и доходы ваши возрастут. Поэтому приглашайте клиентов тоже в бизнес. Расширяйте клиентскую базу. Это мой самый большой заказ, по-моему, когда только вышли новые, в том году, в апреле месяце. Я, как бы, ради интереса, говорю, смогу ли я, вот, как только вышли, как бы, инновации, нового маркетинг-плана, я говорю, смогу ли я сделать 900 баллов, 950 баллов. И я, правда, за каталог сразу сделала 1000 баллов. То есть, это было очень интересно ради спортивного интереса. То есть, смотрите, можно даже вот с кем-то поговорить. Давай, кто больше в этом каталоге соберет. И меня это тоже очень сильно мотивировало и подстегивало, так, и так, доченьки, вы сколько уже сделали? А не столько, блин, пойду еще там найду парочек клиентов. То есть, это тоже, как в виде соревнования, кого-то вот может смотивировать. И самое главное, как бы, передавать свои знания клиентам. То, что вы услышали сегодня, обязательно завтра расскажите уже свои знания. Что у нас за гель, какой хороший, как бы, какие у нас для коррекции фигуры. Так что, как бы, старайтесь эти знания передавать. Тогда у вас очень сильно возрастут продажи. Я рада была, если вам, ну, как бы, рада была с вами пообщаться. Если мои знания вам в чем-то помогли, как мой опыт, то буду только рада. Старайтесь, работайте, приглашайте своих друзей, знакомых, пользуйтесь нашей продукцией. Всех вам благ, всех целую и обнимаю. Пока-пока. Женя, спасибо тебе огромное. Давайте не жалеть пальчики, ладошки. Выразим огромную благодарность Жене, потому что это ее секреты. И она сегодня ими очень щедро делилась. Спасибо большое. Ну, а я завершаю наше сегодняшнее занятие. Знаете, хочу что сказать. Есть такая поговорка в народе, кто рано встает, тому Бог подает. А у нас с вами все наоборот. Кто позже всех ложится спать в четверг, тому Бог подает 950 баллов за каталог. Легко. Поэтому вы большие молодцы. Да, сегодня действительно был замечательный вебинар. Я думаю, вам очень понравилось. И я хотела сейчас поставить картиночку с розочками, но у меня не получается. Поэтому я напомню участникам проекта «Академия успеха» о том, что в понедельник ровно в 20-30. Господа будущие предприниматели, не опаздывайте. Заходите в нашу вебинарную комнату, потому что у нас будет очередной бизнес-семинар. И вы получите еще несколько секретов вашего успеха в этом мире. А я в конце хочу вам пожелать вот что. Мы же начали с вами с того, что наступила весна. И новый четвертый каталог принес нам с вами еще больше весеннего настроения, ярких красок, потрясающих эмоций. Поэтому мы с вами девочки, богини, как мы хотим, так все и будет. Чего хочет женщина, того хочет Бог. Поэтому 8 марта у нас с вами будет продолжаться еще весь март. И сейчас пожелание, которое я озвучу для вас, оно будет очень актуально. Что нужно изменчивой женской душе? Наверное, все давно знают уже. Пусть будет здоровья. И дом полный чашей. Спасибо вам большое.